Друзья, я вас приветствую на канале Сложно-Просто. Меня зовут Сергей. Сегодня 55-я серия вопросов и ответов. Вернее, вопросы, которые вы задали, а я на них даю ответы. Насколько это мне получается решать вам? Пишите комментарии. Это на самом деле всегда интересно. Список вопросов на сегодня. Их у нас сегодня 5 штук. Давайте переключимся на первый вопрос. Сегодня он за номером 251. И звучит следующим образом. Какой шедулер вы используете и посоветуйте использовать? Я посоветую использовать Fire Fire. Потому что я давно его использую. Перед этим я перепробовал на самом деле и Quartz, и другие и малоизвестные в том числе шедулеры. Ну, в общем, и в целом меня полностью устраивал Quartz. В определенный момент времени появился шедулер. И я просто в него влюбился. На самом деле достаточно мощная штука. В том смысле, что он, во-первых, бесплатный. Ну, у него есть бесплатная версия, скажем так. И она меня, в принципе, полностью устраивает. Я использовал его на нескольких проектах. Более того, то количество дополнительных библиотек, которые есть к нему, оно просто обескураживает. Просто очень даже сложно выбрать. В некоторых моментах есть ко всем платформам. Ну, во всяком случае, даже... Ну, в общем, не будут прям совсем рекламировать. Итак, я просто Headfire вам рекомендую. Потому что он удобен, практичен, бесплатен. И, наверное, это как аргумент может быть. Вопрос номер пятьдесят два. Правда ли, что безмерное использование Sync Weight может привести к исчерпанию полупотоков? Если прям совсем глубоко погружаться в дебри дотнета, то да. А если прямо отвечать более по-простому, как, собственно говоря, называется мой канал, то не парьтесь по этому поводу. Вам не хватит... Ну, как бы сказать. У вас вряд ли получится исчерпать полупотоков. Поэтому безмерное использование, да. Но, опять же, нужно понимать, где прям нужно это использовать, где не нужно Sync Weight использовать. И есть, в общем-то, пример библиотек, например, HTTP-клиент, который где-то прям не использует... Ну, разберитесь, есть такая штука, называется source.dutd.com, по-моему, com, не помню. В общем, есть исходники. И если заглянуть в HTTP-клиент, вы увидите, что на самом-самом-самом-самом в низком уровне Sync Weight используется, для того, чтобы, наверх, прокинуть и контекст от исключений, и, в общем, все хорошо в меру, да. То есть, итак, отвечая на вопрос, правда ли безмерное использование Sync Weight может привести к исчерпанию пула? Ну, теоретически, да, но вряд ли у вас это получится. Да, наверное, вот так. Ну, и вопрос номер 253. Может быть, есть какие-то более крутые альтернативы, так как MassTransit больше подходит для Rabbit? Ну, смотрите, друзья, тут, на самом деле, такая штука, что MassTransit начинался достаточно давно, и первый фреймворк, вернее, первая очередь, для которой он был придуман, это была Rabbit. И, естественно, он реализует гораздо большее количество функциональных особенностей этой очереди. И если уж прям совсем говорить о том, что есть лучшее, ну, я, на самом деле, не нашел. На самом деле, вот, опять же, этот самый MassTransit, он поддерживает Rabbit, Azure Service Bus, в общем, вы видите, в списке порядка там нескольких, наверное, ну, почти десять, да, раз, два, три, четыре, восемь, платформ, которую он поддерживает, то есть, очереди, недавно появилась и Kafka, в том числе. Ну, так или иначе, весь вопрос вводится к тому, что вам в определенное время не нужно просто выбрать, что вы, собственно, хотите, да. То есть, если вам нужна коммерческая поддержка, выбирайте End Service Bus, если вам удобно использовать форумы в качестве средства поддержки, то ваш Бармастранзит, это, на самом деле, неплохой, достаточно хороший выбор. Пастранзит, кстати, лицензирован по лицензии Apache 2.0, бесплатен для коммерческого использования, что уже, на самом деле, очень хорошо, потому что End Service Bus нет. Ну, и опять же, отвечая на вопрос, что есть круче, да, наверное, End Service Bus, и вопрос про то, что у End Service Bus есть поддержка Distributed Transaction координатор, который, в общем-то, может поддерживаться в MSNQ. Дальше, наверное, нужно тоже смотреть, что больше функций по администрированию, они, в общем, есть в RabbitMQ, поэтому, на самом деле, тоже немаловажная штука. Ну, а также, нужно понимать, что, если сравнивать, ну, не Mass Transit, а то, для чего он, собственно говоря, является надстройкой, то есть, RabbitMQ или MSNQ, то тут, как бы, тоже есть некоторые аргументы, я их сейчас просто вам скажу. Итак, я уже упомянул, что координатор распределенной транзакции, то есть, Distributed Transaction координатор, который есть в MSNQ, если вдруг его будете использовать, вопрос стоит в том, будете ли вы использовать его, или используете, нужна ли вам эта коммерческая поддержка, или нет. Ну, надо сказать, что, ну, надо сказать правду, да, что вот, вот, Mass Transit, RabbitMQ, я видал его несколько применений на продакшене, причем достаточно в высоконагруженных системах, ну, что достаточно, на сильно нагруженных системах, он хорошо выполняет свои функции, поэтому, ну, нет, наверное, нет. А RabbitMQ имеет отличный интерфейс администрирования, это правда, это удобно, и это немаловажный факт, и еще один, ну, плюс или минус, это в том, что MSNQ существует дольше, и при этом он является продуктом Microsoft. Решайте, плюс это или минус, ну, во всяком случае, вам этот факт я обозначил. Также RabbitMQ является более свежим, то есть он позже повышал на рынок, чем, допустим, MSNQ, и еще он является открытым исходным кодом, причем бесплатным, и спонсируется некоторыми VM-барем, если так нужно выразиться. Ну, и опять же, тоже нужно понимать, что MSNQ устанавливается на большинство компьютеров Windows по умолчанию, в отличие, допустим, от RabbitMQ. Ну, в наш суровый век, это, наверное, не очень хороший аргумент, но тем не менее, это правда. Вот. Вопрос номер 254. Нужно ли использовать кастомные исключения или встроенный? Ну, надо сказать честно, что всегда, особенно на больших приложениях, особенно на распределенных проектах, например, на микросервисах, я использую кастомные исключения для того, чтобы четко определить, ну, например, в логах, из какого сервиса это приложение прилетело, откуда это исключение прилетело. Это очень удобно, это очень правильно, это значит, что я точно его выкинул сам, а не оно выкинулось само по себе, например, какой-нибудь аргумент exception, null, да, или null reference exception, и потом ищи-свищи его, и вообще реально не найти. Ну, как я сказал, в логах точно можно однозначно понять, что это именно мое исключение, что оно выкинуто именно этим сервисом, это уже небольшой плюс, хотя нет, наверное, большой. Когда явно определяю предметную область, ну, вот, смотрите, тут как бы палка на двух концах, можно использовать микросервис, а можно использовать предметную область, например, объединение несколькими микросервисами, и вот в этом понимании, тут как бы на вашей совести определить, что вам, собственно говоря, нужно, какой сервис выкинул, или какое бизнес-правило, или бизнес-процесс, ну, тут решать вам, но теоретически я все равно это делаю по микросервису. Ну, и еще раз нужно сказать, что обработка Думаем Экзепшн может быть, то есть одного общего базового исключения, может быть каким-то образом модифицирована, да, например, при логировании, или при сборе метрик, то, что я всегда создаю свои собственные, унаследован от одного базового, это сто процентов, и, в общем-то, и вам рекомендую это делать. Ну, надо понимать еще, вот хотелось бы заметить, что чрезмерно использование исключений, особенно для потока управления, да, когда вы управляете UAL, например, да, выкидывая исключения, это может снизить производительность, потому что исключения они, ну, если вот простыми словами, опять же, а сложным просто, да, то внутри экзепшенов там очень-очень большой стек всякого в куче, да, идет, то есть, нет, в куче, наверное, неправильное слово, под капотом у экзепшена очень много всякой информации, которая, может быть, даже в какой-то момент не сериализоваться, или просто иметь там иерархичные такие данные, что полсистема вам может выкинуть наружу. Поэтому я бы вам не рекомендовал злоупотреблять вот эти вот исключения. Вообще, надо понимать, что исключения это такое исключение, да, когда уже прям вот вообще код никак не может работать, вот тогда нужно выкинуть исключения, ну, желательно эти даже исключения выхватывать. Ну, а если говорить про концепцию RFC 7807, который сейчас уже поменялся, 94-57, по-моему, более свежий формат, то там вообще исключения не выкидывается, просто текстовые сообщения отображаются. Опять же, я очень сильно утрирую, почитайте, посмотрите, это так называемый Problem Details, да, когда у вас есть какое-то непонятное действие, то есть вы не можете выдать объект, например, какой-то, и причины этого могут быть праздны. Вот эту причину нужно просто описать, это если кратко говорить про эту спецификацию. Вот, ну, поэтому я видел проекты, которые при помощи исключений управляют бизнес-логикой или бизнес-потоком, наверное, управление сводится к тому, что куча исключений, ну, в общем, по-русски сказать-то, мягче, забивают память и просадки по производительности действительно могут быть очень серьезными. Так, вопрос номер 255. Используете ли вы Копилот? Что вы можете сказать про Копилот и GPT-чат? Я ничего вам сказать про него не могу, потому что то, что он может сгенерировать, я могу и написать сам. А то, что... Ну, смотрите, что-то простое. Копилот достаточно правильно генерирует, но я привык писать сам. Более того, если что-то серьезное у него попросить, то это не работает. Я, простите, я пробовал. Когда какую-то функцию просить написать, он тоже может написать. Ну, много сейчас есть такой подсказки, да, я вижу у студии, когда говоришь, напиши мне функцию, или там просто печатаешь, напиши мне функцию, он вроде написал, эта функция работает, но эта функция работает только будет для этой функции, да. В контексте всего проекта это будет полная хрень, все равно придется... Нет. Я пока не работаю с этими Копилотом, потому что ни с GPT-чатом, ну, побаловаться, наверное, да. Ну, а так, чтобы прям серьезный код писать, мне все равно приходится переписывать, дописывать, переименовывать, не знаю. Если вы как-то по-другому общались с Копилотом или с GPT-чатом, мне покажется, пока на данный момент креативность еще не смогла прийти в эти штуки, поэтому это всего лишь копипаст какой-то, собранный со всего интернета. Я не доверяю. Мне нравится писать самому код, поэтому пока я пишу, буду писать. Как только так будем посмотреть. Так, друзья, ну что, на этом у меня вопросы закончились. Я, наверное, с вами попрощаюсь. Вам всего доброго и пишите правильный код. Субтитры создавал DimaTorzok